О чём говорили до меня, свидетельствующие. И я как бы её так обозначил впечатление двух событий. Первое событие произошло во вторник, вот с пастором Клина Ивановна, как была участницей, я видел её переживания, что там прокуратура делает своё дело. И отражается порой на церкви, на верующих. И второе событие, но более подробное, с пятничным таким своей поездкой хотел бы с вами поделиться. Получилось так, что года три-четыре назад мы ездили за грибами в Борино. Мне понравилось то место, куда мы приехали. И вот самое любопытное, что меня туда постоянно тянуло, что там много белых грибов. И я вот позвал свою жену, стал женатым. Поехали, там есть много всего вкусного. Кристина, как свинели, что места красивые такие, реликтовые места, ну как первоздавная природа, как тогда он родился, всё такое. Необычное, короче. Необычное, но сказочное. И поехали, давай. Взяли с собой Ксюшеву, тоже свинели. И поехали, ладно. Ну это далеко, километров восемьдесят, наверное. И, ну, в конце концов, ибо описали, вот Сегстина сидели, описывали достопримечательности этого места. Ну, ладно, думаю, хорошо. Едем, а дорога-то размытая, и мы с трудом помним, где дорога такая более-менее хорошая. И заболевали грязь, а колесо все проткнуло на дорогу. Ещё кучу поломок я заработал. И решил, что нет, в этот раз нам не получится проехать. Пусть это у нас в памяти остаётся, это место. Жена потом до будущего, до будущих лет пусть это, эти белые грибы. И так с этим и уехали, что не добрались мы до этого, до этих мест хороших и прекрасных, что будем надеяться на будущее, что в будущее мы их всё-таки посмотрим и наберём много белых грибов. И вот к чему эта история. Потому что Иисус тоже, когда пришёл на землю, Он сказал, что Царство Божие не от этого мира, но оно чисто духовная сфера. То есть евреи полагали, что это здесь, на земле. Но она была только у Иисуса в сердце и у Иисуса то, что Ему даровал Его Отец. И вот Он пытается донести это людям, как люди это воспримут и как люди это примут от Него, чем Он является Создателем, чем Он является Свидетелем. И вот я свою проповедь назвал Царь, где твоё Царство? То есть это вопрос, именно Царь, где твоё Царство? Если ты называешь себя Царём, то покажи, где твои сторонники, где твои последователи. И давайте мы откроем это место, где именно Пилат, прокуратом Иудеи, спрашивает Иисуса, действительно ли ты тот, за кого себя выдаёшь? Это место у нас Ян Глят-Яна, 18 глава, 33-37 стих. То есть на самом деле Царь и его Царство, они должны быть неразделимы. И вот Пилат спрашивает, почему у меня в законодательстве такого нет, чтобы я судил Царей? То есть, прокуратом, от слова прокурора, где Серёй Денич был, то есть они решают сами, какой закон на тебя наложить, какими путями тебя направить, то ли оправдать, то ли казнить. И вот этот Пилат, он своего рода таким был, что ему является удобным или в политической игре какие ходы необходимо совершить, он такие и совершает. И вот перед ним стоит необычная ситуация. Человеку приговорить к смерти, либо его оправдать. И жена его перед этим наговорила, что не делает этому человеку ещё хода, потому что во сне она пострадала, то ли каким-то образом она понимает, что духовно это отразится на её жизни. И давайте посмотрим это место. 18 глава, 33 по 38 стих. То есть, это Евангелие от Иоанна, он единственный, кто запечатлел эту беседу с Пилатом. Тогда Пилат опять вошёл в Криторию и призвал Иисуса и сказал ему, ты царь иудейский. Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и пересвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал, царство моё не от мира сего. Если бы от мира сего было царство моё, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство моё не отсюда. Пилат сказал ему, итак, ты царь. Иисус ответил, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего. Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нём. Вот это место, которое отражает то, что Иисус принёс на землю, что Иисус хочет донести до окружающих людей, до иудеев в частности. И вот я выделил три сферы, где человек выбирает либо царство этого мира, либо царство небесное. И наверняка их больше можно найти. Но я вот в этом отрывке нашёл три признака. Вот, Ксюша, можешь записывать, если это будет полезным в нашей жизни повседневной, действительно. Два царства этого мира и царство небесного. Два закона. Закон силы и закон любви. То есть это очень такой популярный сейчас вопрос. Подчиняться либо через насилие, либо через любовь. Вот два подчинения. Итак, первый признак принадлежности. Всякий, кто от истины. То есть человек, кому он принадлежит. Либо он принадлежит Богу, либо он принадлежит этому миру. И отрывок, который я взял в подтверждение, это 1-е послание от Иоанна, 4-я глава, 15-19 стих. Я зачитаю 1-е послание Иоанна, 4-я глава, 15-19 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Вот это вот прежде, о чем Иоанн говорил, что Он был первый. Он был тот, кто проложил путь, проложил путь по следующим поколениям, которые становились на этот путь, на путь пожертвования, на путь жертвы. И вот в чем же признак принадлежности? Принявший Его свидетельство о том, что Он является Богом, это свидетельство, оно находится именно в сердце у человека. И от сердца исходит то, его ты, либо не его. И вот еще одно место, это рядом, 5 глава, 6 стих. «Се есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть Истина». Вот за истину, почему об истине Иоанн так много говорит? Почему его интересует именно то, в истинный человек входит, или он пребывает вне истины? И вот истина, она как то гражданин, человек Царства Божия, либо он посторонний, проходящий человек. И вот почему у человека должна быть печать истины, печать Духа? Потому что именно через Дух, через животворенный Дух, Бог вещает человеку, насколько он, как он находится в истине, и как он ходит пред Богом. Именно через духовную сферу человеку открывается то, насколько многообразие Божие и его величие, и его превосходство. Потому что человек по плоти, он не может славить Бога, потому что плоти, она требует земного плотского. А именно через духовную сферу, через оживленный Дух, человек может соприкоснуться тем, насколько величие, насколько его красота и великолепие, они именно необъятны и непередаваемы человеческим языком. Аминь. Потому что человек, он сам по себе перстит и от земли взят и в землю уходит. И вот за истину Ян говорит, что именно через Дух человеку дано соприкасаться с его Царствием. И вот насколько гражданство и условия Царства, они отвечают тому, что у человека рождается стремление и желание следовать за Христом. Вот на законных отношениях я хотел бы еще ваше внимание привлечь к тому, как человек относится к тому законному, водится либо любовью. На законных отношениях человек опасается или страшится покоряться Христу. Но когда переходит к отношениям любви, человеку доставляет блаженство получать и делиться благословениями. То есть я хотел бы сказать, что у человека есть такой рефлекс. Если человеку ничто, побуждения нету просить о помощи или каким-то образом иметь отношение с верующими людьми, то есть ему должен быть первый толчок, а первый толчок – это то, насколько верующий сам открыт и сам хочет наладить отношения или мосты с тем, кто находится во тьме, тем, кто ослеплен грехом. Если это ослепление, оно проходит в результате того, что именно исходит инициатива от верующего, как от Христа, от первого пришла инициатива, потому что Он первый возлюбил нас, так и от верующего. Как вот человеку, который находится в панике, который тонет. То ли ты скажешь ему «дай мне руку», то ли ты скажешь «возьми мою руку». У него будет две разные реакции. То есть если дай ему руку, он просит, что ты от меня хочешь. А если ты скажешь ему «дай руку», то у него будет расположение, что человеку надо, прежде всего, указание взять за руку, а не дать ему что-то. То есть вопрос «дай» и вопрос «возьми», два разных вопроса. При вопросе «дай» человек замыкается, а при слове «возьми» человек ожидает каких-то вещей. И вот в любом общении, прежде чем расположить собеседника, необходимо предложить или послужить своим достатком. Затем только ожидать взаимности. И у человека, когда открытое сердце, у него происходит готовность. Готовность послужить, готовность открыться, готовность каким-то образом поделиться благом, которое он получил. И вот великое приобретение благочестивым и недовольным – это не зря Павел пишет, потому что довольство, оно именно дается Богу. Если это довольство для тебя является драгоценностью, то ты будешь делиться. И тем самым, как много свидетельств я слышал, когда человек, который пытается положительно решить вопрос, они прежде дают какой-то подарок. Подарок он располагает в каком-то взаимном общении. То есть, если взятка, то это в мире дается, а верующий – это подарок дает. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, взятки сейчас сутят очень строго. И получается, что именно расположение человека готовят к тому, чтобы быть принятым. И вот есть второе еще, вот я нашел, не нашел, а давно это у меня место, когда Иисус говорит о том, какие принципы, познания принципов и правил становления царства на земле. Первый принцип он говорит от Евангелия от Матфея – он повторяет две фразы в разных местах. Сейчас я найду первую фразу – это 13 глава Евангелия от Матфея, 10-й, 13-й стих. Когда ученики у Него спрашивают, почему ты говоришь притчами? Иисус отвечает. В присутствии ученики сказали им, для чего притчами говоришь им. Он сказал им в ответ – для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Для меня было откровением, что Иисус говорит о том, о знании, которое человек имеет. То есть если у него есть то зерно или то знание о Царстве Божьем, то ему и дано будет и приумножиться. А если он не имеет этого знания, то у него отнимется и то, что имеет. То есть у него отнимется и то, что он пытается какими-то вещами себя наполнить. И вот эта способность слушать истину, то есть она проговаривается Иисусом вот в этом отрывке. Потому что кто от истины, тот слушает меня. То есть тот напрягает все свои органы чувств, органы слуха, чтобы именно услышать то, что хочет Бог сказать в своем слове, в своей притче, в своем наставлении, в своем наказании. Что он хочет именно этим сказать человеку. То есть вопрос не почему это со мной, а для чего это со мной. Какой ты мне хочешь урок этим дать. И именно такое же выражение он упоминает в другом месте. Это Евангелие от Матфея, 25 глава. Там он уже говорит о будущем. То есть что будет происходить, когда он возьмется от земли. 25 глава, 24-29. Это притча о талантах, когда царь выдает таланты, чтобы человек использовал их. И он приходит с отчетом, когда получивший пять талантов приумножили, получивший два таланта приумножили. А получивший один талант, смотрите, как с ним развертывается диалог. Подошел, получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукав, враг и ленивый, ты знал, что я жну где не сеял и собираешь где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, я пришел, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему даться и приумножиться, а он не имеющего отнимется то, что имеет. Вот. Именно эта фраза меня побудила к тому, что человек должен не только слышать, но и также давать в рост то, что он услышал и то, что ему Бог дает. То есть это является получение дара для применения в церкви Христа. Через этот дар для окружающих понятно, как Христос действует через служителей. Получается, что именно человек узнал слово, узнал о спасении, узнал о Христе и ему сейчас необходимо этот талант в оборот пускать. И именно когда человек не пускает его в оборот, а видит, что он действительно… Его слова, кстати, были вполне обоснованы. Потому что Иисус является и судьей, и оправдателем. И он видел его только со стороны судей. То есть отношений любви с Иисусом у него не было никаких. И он боялся их наладить. И поэтому у него была такая отговорка. Я знал, что тебя, что ты человек жестокий, жмешь генисеев, собираешь генисеев, и убоялся. Именно боязнь его побудила его остановиться в своем росте, в своем нахождении пред Богом. И он тихо, спокойно все это отложил в долгий ящик. Да, Господь, я знаю, что ты второй раз придешь, и я тебе Твое же и отдам. То есть у него не было мотива возрастать. Возрастать в даровании. В даровании отношений, в даровании благодати, в даровании… Именно, да, как Павел пишет, да, любовью… Тринадцатая глава про любовь. Когда желающий обогатиться, пусть ревнует о дарах больше. То есть если ты имеешь любовь, дар любви, то у тебя будет путь превосходнейший. То есть путь, который тебя… другими дарами тебе Господь наделит, и ты именно этими дарами, благодаря любви, будешь окружающим служить, и у тебя будет происходить преумножение. И вот благодаря тому, что человек, во-первых, познает, а во-вторых, что он служит, происходит его рост. И такому человеку говорят, что всякого умеющего дастся и преумножится. А не умеющего отнимется и то, что имеет. И вот в этом вопросе человек очень уязвим. Если он слышит, но не исполняет, то это уже говорит о его представлении о Боге, как о судье, либо как о милующем. То есть царство исходит от милости, истинное царство. То есть царь любит мило быть. И вот откроем еще Иоанна третью главу. Третью главу – это, опять же, пример. Пример того, как человек отзывается на свидетельство Божие. Третья глава, Евангелие от Иоанна, тридцать первый, третий стих. Это пример того, что человек, как человек, это слова Иоанна Окресителя, как человек отзывается на свидетельство Иисуса Христа, на свидетельство того, кто свидетельствует об истине, кто свидетельствует о Царстве Божьем. Давайте с 31 стиха. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земное и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, с ним запечатлел, что Бог истинен». Вот свидетельство о истине. «Ибо тот, которого постал Бог, говорит слова Божии, ибо они меру и дает Бог Духа». Вот слова истины и Духа, они вот взаимосвязаны. То есть человек говорит о том, что он знает о Духа Божьем, что он знает о том, что ему проговорил Святый Дух. И вот как это перепразировать? «Принявший его свидетельство о Царстве Небесном, тем самым запечатлел, то есть сфотографировал Божью истину. И эта истина, она остается в нем, в его сердце, в его жизни, в его поведении». То есть я вот слышу свидетельство Екатерины Ивановны, что у нее это свидетельство, оно именно было вот необычной в том ситуации, когда она начала служение в городе Шадринске. То есть ее тем самым Господь сфотографировал, ее память это свидетельство. И оно сейчас ее постоянно ободряет, постоянно ей говорит, что вот ты подвязалась не зря, что это действительность, что это реальность то, куда тебя Господь заберет. Что именно тут за какие-то земные вот эти игрушки, оно хвататься, оно не имеет никакого, никакой пользы тебе не принесет. что то, что дается человеку свыше, оно более ценно, более полезно как для тебя, так и для окружающих. И вот перейдя к третьему пункту, это какие ценности? Какие ценности Царства Божьего? Подтверждение этому можно открыть в Иоанна 18 глава. Тридцать четвертый стих. Тридцать четвертый стих. Иисус отвечал Ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Вот это главная причина, по которой человеку тяжело определиться. То ли он слышал от кого-то, да, что Христос есть Господь, то ли он в своем сердце это принял и в своем сердце это исповедует, что Иисус есть Господь. И вот у Пилата тоже возникла эта же дилемма. То есть, то ли ему сказали это или нет, то ли он своими очами, своими ушами утвердился в этом, что да, ты царственная персона, что у тебя действительно, ты являешься тем, о ком ты говоришь. И вот именно вот этот вопрос о ценности, ценности человеческого выбора, он в каждом человеке сокрыт. То ли ты говоришь о том, что Господь именно по свидетельству других, либо ты говоришь, что Господь это твое личное мухом свидетельства. Важность сказать от себя, кто есть Иисус. То есть, в откровении можно наглядно это посмотреть. Иисус, это 21 глава, 6-7 стих. Кем является Иисус? И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Установление, вот этот вот, именно вот этот, не процесс, а действие, усыновление, оно именно включает в себя то, кем ты себя чувствуешь в этой жизни. То ли ты чувствуешь, что от тебя заботится Отец Высший, то ли ты заботишься, что от тебя заботится Государство. Две разных вещи. То есть, ты полагаться начинаешь уже на человеческую природу, на человеческие взаимоотношения, на человеческую, на то, что человек может постановить или решить. Или у тебя небесное гражданство, небесные корни. И ты уже начинаешь полагаться на то, как на это Господь будет смотреть. И у тебя, соответственно, будет другая внутренняя мотивация, другие внутренние рычаги будут включаться. И вот, как пример есть хороший в деяниях, я уже не буду это открывать, как сыновья скевы сказали, что мы знаем, то есть, они ходили волхвовали и изгоняли беса и сказали, что именем Иисуса, которого исповедует Павел, выйди вон. И бес сказал, что Иисус не я знаю, и Павел не знаком, но вас я не знаю. И они, ноги избитые, убежали от этого бесноватора. То есть, вот видите, в чем может быть последствия того, что человек знает по наслышке о том, кем является Иисус. То есть, это не личная встреча. И еще цена. Цена, которую платит человек в следовании за Иисусом. Цена – это важная вещь, которую Иисус тоже проговорил. А проговорил он в 10 главе 37-39 стих. То есть, цена следования, она очень велика. Но для человека она является тем мерилом, на который он ставит Иисуса, своего царя и своего повелителя. 10 глава Евангелия от Матфея 37-39. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин меня. Сберегающий душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Аминь. Вот эти вещи проговаривает Иисус, чтобы человек уже полностью быть посвященным в его дела, в его планы, в его хождение. Чтобы у человека не было уже разглядывания этого мира, разглядывания того, что дает этот мир. Потому что друг этого мира является врагом Божиим. И что является драгоценным в жизни и сберегается? Необходимо принести к ногам Христа и перейти в его распоряжение. Означает потерять душу ради царя, чтобы обрести ее в новом качестве. То есть в новом качестве, в качестве сына, в качестве наследника. А наследник, как вы думаете, наследник обладателем каких сокровищ является? Наследник. Наследник. То есть вы в курсе, да, что пишут-то вот эти... Нотариус. Нотариус, да? Завещание. Завещание. Завещание пишут и в завещании упоминается наследником чего является родственник или какой-то человек, что это нотариально заверено и это все оговору, обсуждению не подлежит. И вот именно вот наследником царствия говорит Христос, вы являетесь. И вот держитесь этого и будьте сыновьями моими или дочерьми моими. И благодаря тому, что вы посвятили или пожертвовали тем, что для вас было дорого в этом мире, для вас готовится нечто большее в последующем, в последующей вашей жизни. И вот последний итог. Каждый человек оказывается на месте Пилата, чтобы признать, чтобы вынести приговор. Как, да? Почему я нахожусь на месте Пилата? Да потому что человек, встречаясь со Христом, он непроизвольно становится на место Пилата. И ему необходимо вынести приговор Иисусу Христу. Приговор. Либо согласиться с тем, что да, ты царь и твое царство не от мира сего. Либо отвергнуть царя и постоянно распинать его через личные грехи. То есть, именно вот, что Пилат, он был язычником. Ему для осуждения первосвященников и мнения иудеев было как бы фиолетово. Ему было параллельно. Он мог вынести приговор и положительные, и отрицательные. То ли оправдать, то ли помиловать. Но сыграло его вот это вот личные качества. Что он не признал в нем царя. То есть, он царя признал в Кесаре, который дал ему власть. А царя Иисусе Христе он не признал. И вот, или освободить и последовать его стопам. Второе решение, которое было у Пилата, это освободить и последовать его стопам. И вот, последний стих, который я бы хотел сегодня процитировать. Это 1 Петра, 2 глава. 21-24 стих. Откройте ее, пожалуйста, и вы увидите, что бы произошло с Пилатом, если бы он освободил Иисуса. То есть, такой сюжет, как в фильме, можно так спрогнозировать, можно так спрогнозировать. Но то, что произошло, то произошло. 2 глава, 21 стих. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было вести в устах Его. Будучи заслоем, Он не заслоем взаимно. Страдая, не угрожал, но предал то суди и праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Аминь. И вот с этим местом, кстати, есть притча. Вчера посмотрел, знаменитые люди перефразируют эту притчу, когда Иисус идет по берегу морскому и смотрит следы, да, за ним идут. И человек спрашивает, почему люди перерываются, а там дальше идут. И вот интересно, ну, в мирской интерпретации. Это ангел. Ангел тебя брал и нес вот это расстояние. Но верующие знают, что это Христос. Именно Христос берет и несет человека через эти тернии, через эти переживания, которые встречаются в жизни. И вот такие вот, такие ситуации, когда этому миру не открыто, кто есть Христос. А верующим и сыновьями, дочерям открыто. Что именно Царство Божие, оно реально и оно имеет ощутимый вес, ощутимую власть, которая в будущем, она проявится в полноте. И вот сейчас осознать, что бы вы сделали на месте Пилата и какое бы решение вы приняли. И это для каждого из вас будет уроками и такие напутствия на будущее. Ну, на самом деле, я хотел к Вену Иванову обводить в том, какие они сейчас проходят переживания, чтобы не сильно волноваться по поводу прокуратуры. Ну, аллилуйя, я помолюсь сейчас в итоге.